Онлайн-дискуссия. Постановление 24-64. Первый опыт. Ответы на вопросы. Ответы на вопросы участников дискуссии. Нужно ли проходить внеочередную проверку знаний членам комиссии? И нужно ли проводить неплановый инструктаж работникам? То есть все еще эти вопросы у работодателей остаются. С вступлением... С этого вопроса начинался же. Сказали, что если есть действующие, то не нужно. То есть внеплановые не нужны? Секунду. У нас есть внеплановый инструктаж и есть внеплановое обучение. И там для внепланового инструктажа указаны свои причины? Указаны свои причины. Это первый момент. Что тут имелось в виду вопросов? Я тоже не очень понял вопрос, откровенно говоря. Если имеется в виду с вступлением в новое положение и есть действующие, то уже ответили, что не нужно. Нет. А если вы провели специальную оценку или оценку профессиональных рисков и выяснились несколько новых рисков, которых вы даже не знали, в процессе детального изучения появились новые риски. Это одно из оснований и обучения внепланового, и внепланового инструктажа. Тогда, естественно, все члены комиссии, все должны пройти вот это вот обучение. А если с вступлением 24-64 работодатель новый локальный нормативный акт создал или внес изменения в действующие, нужно ли тогда провести хотя бы ознакомление с этими документами? Вот очень частый вопрос, если вы помните, когда это еще было в августе, когда еще туманно, вот скоро вступит в силу и так далее. Вот это был один из самых популярных вопросов. Надо переобучать, не надо переобучать. Само постановление правительства очень четко ответило на этот вопрос. Я просто хочу еще раз такой некий четкий критерий объяснить слушателям. Любое изменение нормативки утром приняли, в обед это должно измениться в программах, в инструкциях, во всей той документации, по которой идет обучение, идет инструктаж и так далее. Это святая норма, она прямо прописана во все нормативные акты, в том числе вот 24-64. Это в обязательном порядке. А обучение целевое и проверка знаний при новой нормативке написано только с одной оговоркой. По требованию Министерства труда. И логично, коллеги, Министерство труда регулярно выпускает пачки документов, всевозможных документов, новых нормативов, которые содержат требования охраны труда, государственные требования охраны труда. И если сразу бросать и опять все переучиваться, нет. Всю эту новацию, которую Минтруд сегодня примет, какие-то новые правила, каждый работник получит через систему инструктажей. В инструктаже да, правила приняли, надо включить, надо провести дополнительные миопланы, вот мы с вами говорили инструктажа. А с позиции обучения нет. Ты узнаешь об этом в рамках инструктажей, пройдет плановый срок, в три года, в очередном инструктаже тебе расскажут о тех новациях. Мне кажется, очень логичная эта штука, просто очень логичная. Пока требований ни одного документа не было, и по большому счету это вряд ли где надо. Если что-то такое уж произойдет, что надо, чтобы вся страна знала, ну тогда будет при принятии документами, Минтруд напишет грозное предостережение всем работодателям, такой-то срок провести вне плана обучения, проверка знаний. Пока этого нет, вы не вправе. Вас никто не мешает, если работодатель хочет более детально. Никто не запрещает. Да, никто не запрещает. Касается многих. Он давно ждал этих новых правил, он понимает, какие они важны, для чего. Не хочет ждать там два с половиной года. Пожалуйста, ему дано такое право. Но в обязательном порядке не обязательно. Добрый день. Удостоверение о проверке знания, о требовании охраны труда работнику. Необходимо ли выдавать удостоверение по итогам обучения по оказанию первой помощи, обучение по использованию средств индивидуальной защиты и обучение безопасным методам и приемам выполнения работ? Давайте я отвечу. Удостоверение не обязательно. Тут уже решает сам работодатель. Сейчас прохождение обучения – это протокол. Подтверждение прохождения обучения – протокол. Удостоверение, хочет работодатель выдавать какие-то удостоверения. Есть организации большие, у которых это все отлажено. Или обучающая организация. Если она все-таки считает своим ученикам выдавать удостоверение, помимо протокол, это ее право. Но не обязательно. Красивая обложка с красивой карточкой для повышения престижа обучающей организации. Коллеги, я приводил 19 пунктов, где написано «работодатель определяет». Не требуется. Правила по обучению диктуют только ту информацию, какая должна быть в протоколе. Много вопросов, можно ли это сшить в еде отдельных листочков. Надо ли инструктажи писать в толстые книги или надо на отдельных... В общем, все вокруг этого огромное количество информации. Вы это сами, уважаемые коллеги, определяете. Насколько это удобно, хорошо и прочее. Правила обучения только одно. Та информация... Надо зафиксировать, это естественно. Любое обучение, любой инструктаж должен быть зафиксирован. И вот это зафиксирование не форма журнала, ничего. А перечень конкретной информации, которая должна быть. Куда и как, в мраморе высечь и повесить перед проходной. Любые варианты годятся. Вы это можете зафиксировать. Я просто хочу обратить ваше внимание, это важный момент. Поскольку, значит, в тех старых журналах, которые многие остались на них, они нормальные, удобные, привыкли. Журнал инструктажа и так далее. Поскольку новая информация, которую правило требует внести при регистрации в журнал, там есть нюансы. Нюансы, там надо где-то, даже плоды это имя, отчество, теперь надо в обязательном порядке писать еще там целый ряд информации, которые отличаются от старого 1.29. Поэтому еще раз посмотрите соответствующий пункт правил, пройдитесь по всей информации, какой она должна быть, и куда вы, и в каком виде внесете эту информацию. Флаг вам в руки. Вперед. В любом удобной форме. Единственное, мы уже, вы говорили, и в прошлый раз я говорил, у нас вошло изменение в Трудовой кодекс июля этого года, которое запрещает в электронном виде фиксировать инструктажи. Вот это да. Вот тут депутаты у нас... Поэтому, наверное, ведение вот этих журналов, оно, наверное, самое удобное. Ну, сейчас листы активно идут, вот просто отдельные листы. То как. Все-таки, я думаю, для специалиста по охране этого журнала, это будет всегда под рукой. К ним, во-первых, привыкли, он под рукой, он по цехам, как-то его можно сделать. Я думаю, в продаже появятся сейчас эти новые формы журнала, с той информацией, которая должна быть, да, указана в правилах по обучению. Они появятся. Да, здесь есть как раз вопрос, что делать, если нет в продаже нужных журналов. Можно ли распечатать самим? Коллеги, ну вот я... Мой любимый вопрос, который меня, с одной стороны, вызывает улыбку, а с другой стороны, вызывает уже некое привыкните. Я понимаю, многие годы мы работали, когда нормативка вступалась очень четко. В левом углу это, в правом углу это, только так и не иначе. И вот любые попытки, а у нас и правила по охране труда изменились, они уже работодатель определяет. В рамках локальных нормативных актов определяется. Определяется в рамках системы управления охраной труда. Но почему-то вы, уважаемые коллеги, хотите, чтобы вы, вот сейчас я и Светлана Вячеславовна, вам дали конкретную рекомендацию. Возьмите такой-то журнал в таком-то виде, сшейте, напечатайте, закажите в типографии, как угодно. Ваше это решение. Правило требует только одно. Вот такого типа информация должна быть вами определена. Ну дальше свободно полно. Как хотите, так и делайте. Дальше пошли советы, как удобнее. Я согласен, Светлана Вячеславовна. Что вы думаете, журнал много лет работал, он нормально работал. Уточните его форму и вперед. Ну повторюсь, вот такого рода вопрос. Не случайно я вот в вступительном слове своем это подчеркнул. К сожалению, вопросы конкретного, ему сказали, сделай как хочешь. Представляете, а как нет, сделай. На самом деле, согласитесь, информация море, и очень сложно разобраться, как же сделать верно. Тем более, что мы с вами знаем, что в небольших, например, организациях должность специалиста по охране труда, как правило, дополнительно кому-то поручают. Бухгалтер, специалисту отдела кадров, да? А это целая большая работа. Согласен полностью. Но тут очень простая штука. Открываете соответствующий пункт, там 7 или 8 пунктов, что должно быть. И все. Берите журнал, берите отдельные листочки, как вам удобно. Сшиваете, ламинируете, переплетная машина, да что угодно. Кроме электронного. Вот электронный, да, с июля этого года все, что касается инструктажа, фиксировать в электронном виде нельзя. Вот так. Александр Дмитриевич прав, что привыкните, потому что вот это сейчас кажется, что да, привыкли к куче бумаг и все это. Столько разрешили в электронном виде. Я думаю, что до конца года очень многие перейдут на электронный вид. Да, надо вот, инструктаж запрещен в электронном виде. А программа обучения, пожалуйста. Удобна вам карточка работающая, какая-то отдельная там. Но вам все равно нужно будет какой-то документ по стажировке вести, значит, по инструктажам, чтобы где-то работник расписался, и вы расписали, что проводили. Тут уже выберите форму. Журнал, так журнал. Журнал стажировок, может быть, журнал инструктажей будет. Там повторный, первичный повтор, на рабочем месте, да, повторный, там еще в одном журнале это будет. Все остальное, я думаю, что очень быстро перейдут и поймут удобство электронного варианта и перейдут больше на электронный документооборот. Кроме инструктажей. Да. Это очень важный момент. Несчастный случай в инструктаже. Несчастный случай в инструктаже. И вот сейчас многие эксперты уже пишут, как лучше, советуют и так далее. Все-таки, Слава Мячеслава, много слышал уже предложений, что лучше не идти над глобальные, единые, большие протоколы. Лучшие по частям. Надо же контролировать. Надо контролировать, когда истечет три года, когда надо повторный инструктаж, повторное обучение. Поэтому все эти протоколы, с этой точки зрения, они должны быть еще немножко оптимизированы. Поэтому многие эксперты говорят, а нам удобнее делать блоками, не заводить толстую книгу. Можем делать толстую книгу, но вот удобнее сделать так, поскольку нам удобнее контролировать по истечению срока. Я вообще ожидала, что введут какой-то образец личной карточки работника. У нас же есть вот карточка выдачи СИЗ, да? Где четко видно, когда вы давали, когда следующее, там все вот это вот. И какая-то личная карточка в электронном виде ввести, чтобы у вас какой-то маячок там был, да? Что ему уже пора там инструктаж какой-то проводить. Светлана Вячеславовна, ну от вас я не ожидал. И вы по тому же пути пошло. Дайте мне какую-то штуку, я ее буду заполнять. Если вам так больше нравится, коллегам больше нравится, ну сделайте, разработайте такую карточку. Для вас вы там будете отмечать какие-то свои особенности конкретной организации. Нет, я как раз тут имела в виду, что дайте не от Минтруда, например, а какой-то, может быть, вот такие организации, как наша, чаще. Вот какой-то образец для заказчиков. Это наше совместное предложение к технопрогрессу. К технопрогрессу, подумать и выпустить хорошую методичку, разработать. Вам скажут спасибо. Какой-то программный продукт, может быть, чтобы он отслеживал вообще все, что, как называется, обучение. Обучение сейчас есть, они просто разные.